Стенка выложена, обкладывается ванная пилкой, вот так здесь делается угол, чтобы его не сбить. Попытка хорошая, а вот самая веселая, пираминовская. Так выглядит хорошо, вопросов нет, но когда начинаешь присматриваться, здесь просто-просто дикие сказки, здесь вот тоненький шов, здесь начинает расширяться, 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 а потом опять сужается. Такая вот плитка керамин. Так, сейчас покажем качество плитки керамины. Угол 90 градусов, здесь он есть, и вот он потерялся. Вот, потерялся угол. Здесь тоже самое, смотрим, здесь есть 90 градусов, потерялся, там почти чуть-чуть, не хорошее имя нет. То же самое, там выставили, здесь опять нет. Вот, чтобы получше видно было, вот раз. Теперь посмотрим размеры плитки. Плитка 40 на 40. Плиток какой? 39,8. Здесь, вот оно приставлено все ровненько, тут 39,9, а посередине? И 7,5. 39,7,5. То же самое здесь, смотрим. 39,9. 39,9. 39,9. Где вы думаете? 39,8. 39,8. Вот оно, два русская качество. Керамин. Опять раз подумайте, прежде чем покупать. Так. Сегодня плиточники полностью обложили в одну. Полностью обложены. Начали выкладывать черную вставку. Первую здесь. Вырез здесь под розетник один. Тоже немножко. Выше тоже доложили, и вот уже закрыли плиткой рючок. Так. Эту стену они выложили полностью. Вот оно, как смотрится. Так. Обложили этот короб. Который у нас выскрывает коммуникацию полосенцесушителя. Вот так все смотрится. Так. Сегодня вот уже еще часть стенки выложили. Здесь уже вверх выложили полностью. Вот этот короб заделан. Вот так вот он получается. Здесь, доверха. И эта стенка доверха. Так, стена полностью выложена здесь, тоже уже все закончено. И почти полностью уже выложена эта стенка. Итак, ванна полностью уложена плиткой. Сейчас покажу, как она выглядит со стороны. Там натяжной потолок, сверху поэтому не докладывалось. Туалет. Так, ну и деталь. Вот у нас стена наложена. Здесь вот где-то частично белая, частично черная. Скоробный переход. Вот установился уже наш модный смеситель. Вот так он работает. На подачу воды не просто. Если хочешь дождик, дождик еще не подключал. Убирай с экран и работает дождик. Дальше. Вот он туалет. Инсталляция. Вот так вот. Смыв. Сформается он весь. Система, что кружки медленно-медленно опускаются. Так. Дальше. Вот головами мы так сделали. Остальные делали, потому что складывается, что быстро отбивается. Ну и некрасиво было бы. Поэтому так. Здесь вот одна плитка на герметике. То есть если нужно будет залезть под коммуникацию, она просто вынимается. Вот. Кнопка туалета вот такая. Там еще есть интересного. Все. Вот 45 забилили. Дальше. Лючок у нас даже не увидите. Вот он чуть-чуть. Фуга еще не сильно просохла, поэтому отличается. Так она по цвету вот здесь вот она подсохла, ее видите, не видно. А здесь она еще не сильно высохла. А здесь герметик идет тоже в цвет фуги. Это лючок. Нажали. Оп. И он открылся. Все красиво. Ничего не видно. Ну вот короб. Наш. Ну как-то так. Фартук плеится. Уже на месте. Я наконец-то приехала к мужу сюда в квартиру. Пока работали строители. Я была в лиде родителей с ребенком. Сейчас приехала ему помогать, потому что мы будем делать стены, заниматься стенами. Нужно будет их пошпаклевать. Штукатурить мы их не будем, потому что, в принципе, у нас панельный дом, не кирпичный. Здесь стены довольно ровные. Тем более, что мы готовим их не под подкраску, а просто наклеим сюда обои. Хорошие, плотные, которые основную часть каких-то дефектов, изъянов скроют. Поэтому особо мы тут с этими стенами не будем заморачиваться. И я примерно посчитала, если нам заказывать каких-то работников, чтобы они всю нашу квартиру сделали, штукатурка, шпаклевка, то это выйдет только работа. Около полторы тысячи рублей. Это минимум. Мы поэтому решили делать сами, потому что бюджет у нас тоже не резиновый. Еще много всего нужно сделать и купить. А деньги имеют свойство заканчиваться, поэтому этой работой мы будем заниматься сами. Такого опыта у нас нет, но, в принципе, я думаю, что все получится, потому что особо тут ровнять что-то мы выводить там под уровень не будем. Вот. Свет в ванной не очень хороший, но здесь уже практически все готово. Там шланг лежит. Будем стиральную машинку подключать скоро. Такая здесь уже красота. Вентилятор стоит. Здесь у нас восточная сторона. С утра солнышко очень яркое. Нужно будет в спальне повесить какие-то плотные шторы, чтобы летом в солнечные денечки она нас не будила в 4 часа утра. Вот. И кухня будущая, где сейчас стоит унитаз. Плиточка лежит красивая. Вот. Такая вот у нас тут предстоит работа. В принципе, у нас из таких основных строительных работ остались стены, чем мы сейчас будем заниматься с мужем. Потолок потом нужно будет натянуть и уложить пол, уложить ламинат. Вот, кстати, нам плиточники наши заделали вот эти вот ямки, которые здесь были. Раствором просто заложили. К нам приходил человек, который будет у нас укладывать здесь ламинат. Он сказал, что, в принципе, полы у нас ровные. Тут стяжку заливать никакую мы не будем. Просто вот заделали эти ямы, которые здесь были после перепланировки. Поэтому, в принципе, с полами тут ничего такого сложного не осталось. Вот. Вот эти вот щели, которые идут по периметру всех комнат, муж их тоже просто заложит составом, чтобы с уровнем остального пола было. Потому что через эти щели, у нас уже был такой опыт, любая жидкость сразу же попадает к соседям снизу. Даже в не очень больших количествах. Поэтому нужно будет это все заложить. Конечно, потом закроется полом, закроется плинтусом, но нужно будет все равно это сделать. Муж будет скоро заниматься вот этим шкафом. Еще до сих пор не разобрали. Его тоже надо будет убрать. Обои будем наклеивать уже после того, как натянуты потолки. Поэтому обои тоже решили сами клеить. У нас уже есть, в принципе, опыт поклейки обоев с мужем. Поэтому, я думаю, что ничего сложного не должно быть. Обои, я думаю, будем покупать какие-то хорошие. Они легко клеятся. Виниловые на флизелиновой основе. Думаю, что без рисунка что-то такое однотонное. Поэтому проблем, я думаю, что не будет. Справимся сами. Ну и, конечно же, сэкономим. Вот полотенчик тоже ждет своего времени. Должен прийти к сантехнике его установить. В субботу вроде бы договаривался муж. Вот. Сейчас я пройду со шпателем по всем стенам. Потому что кое-где по оставались кусочки обоев. Нужно будет их поснимать. Вот. И потом мы будем грунтовать стену. И потом шпаклевать. Вот эти вот стены и спиноблока будут штукатуриться. Потому что по-другому никак. Хотя бы тонким слоем будем штукатурить их. И сейчас я буду таким вот образом пытаться немного этот лишний клей счесать. Чтобы поменьше слой был штукатурки наверх на этих блоках. Чтобы вот... Потому что здесь есть такой... Ну вот довольно тонкий... Толстые бывают вот эти вот слои этого клея. И надо их немножко так выровнять, счесать. Чтобы не были такими огромными. Вот. И поменьше слой лег сверху штукатурки. Точно таким же образом я прохожусь вообще по всем стенам в квартире. Чтобы какие-то кусочки обоев, которые торчат, тоже поснимать. Может быть... Ну, мало ли что могло здесь попасть. Кусок какие-нибудь составы лишние. Чтобы все стены были гладенькие. И уже подготовлены под то, чтобы их шпаклевать. Смотрите, вот бывают такие места, где начинаешь проводить шпателем. И просто отлетают куски штукатурки. Вот этой вот старой. Шпаклевки. Если что-то держится плохо, то это тоже надо обязательно убирать. Вот. Здесь особенно у нас под потолком есть такие моменты. Вон там прям ябка получилась небольшая. Но лучше это убрать сейчас, чем потом это все отвалится вместе с новыми обоями. Смотрите, тут вообще какой-то странный угол. Потому что здесь, во-первых, вот здесь идет волна. Какая-то непонятная в углу. А во-вторых, когда стучишь по ней, то какой-то глухой звук, как будто она внутри полая. Смотрите. А вот я стучу по обычной стене. Более звонкий звук. Здесь какой-то глухой. А вот здесь вообще непонятно что. Какой-то кусок туда засунут непонятно чего. И он шатается. Не знаю, что с этим делать. Достать это или просто заштукатурить поверху. И пускай лежит. Но это что-то странное здесь. Может, здесь тайник. Вот видите, просто кусок подходит. Кусок бетона. Вот. Что с кем делать? Отколупать? Заложить заново? Непонятно. Знаете, мне даже немного страшно. А вдруг я это достану и дома бралится? Я же в этом не разбираюсь. Все-таки. Ой. Оно шатается, видите? Я вот шпателем делаю. И оно там шатается. И меня это раздражает. А вы думали, что обои под покраску это современное изобретение? Как бы не так. В советское время тоже существовала такая технология. Все на самом деле очень просто. Клейте обои в три слоя. Так, наклей, который, конечно, получше будет держать их, чтобы уже не содрать никогда. А сверху покрываете краской. Перекрашивать можно миллион раз. От этого стена будет только толще. А значит, в квартире будет теплее. Хорошо, что я приличная девочка. И матом ругаюсь очень редко. Хотя сейчас очень хочется. Честно говоря. Сейчас 11 часов вечера. А мы устанавливаем нашу старушку. Стиральную машину. Потом, когда-нибудь мы ее планируем поменять на стирально-сушильную машину. Но пока что есть вещи, на которые которые более важные. На которые есть потратить деньги. Поэтому пока что она будет здесь стоять. И вот здесь будет ее место. Мышь накручивает лен. Все. Стиралка заняла свое место. Потом будем заказывать. Над ней будет сверху столешница. Здесь будут ящики. Тут вот зеркало для него. Подсветка выведена. И здесь тоже будут такие вот узенькие полочки для полотенец. Как раз вот получилось, что в одной из этих полочек будет розетка. Можно будет, если что, быстро выключить машинку. Легкий доступ, так скажем. Вот. И здесь будет полотенчик висеть. Такая вот красота. Здесь розеточка. Над столешницей будет. Муж уже показывал, что кераминовская плитка кривая. Но я еще решила показать на вот этом углу, который подрезан у нас под 45 градусов. Смотрите. Снизу вроде бы все хорошо. Маленькая щель. Но только мы немножко поднимаемся вверх. Сразу же она расширяется, расширяется вот здесь. Достигает пика. И потом снова сужается. Вот такая вот плитка у нас. Наши плиточники сказали, что больше с керамином даже работать не хотят. Наверное, наша плитка стала последней каплей для них. Вот здесь то же самое, видите? Снизу вроде бы маленький зазор. Дальше он расширяется вверх. Итак, все плитки. В принципе, когда затерта фугой, то это не сильно заметно. Но если, конечно, не знаешь об этом, то ты никогда в жизни, мне кажется, не обратишь на это внимание. Сама по себе эта плитка красивая. И в наш стиль хорошо вписалась. Но просто имейте в виду, что она очень кривая. И плиточники говорят, что керамин из всего, что они кладут, наверное, самая худшая плитка. Самая кривая. Вот тот же церсонит у нас на полу лежит. Они сказали, что она намного лучше эта плитка. Хотя по цене ненамного она дороже керамина. Практически в одной, так скажем, они ценовой категории. И при том, что кераминовская вот эта у нас плитка тоже далеко еще не самая дешевая из всего того, что есть в керамине. Поэтому имейте в виду, кто делает ремонт.